Привет, друзья! Мы с вами возвращаемся в карьерку за Манчестер Юнайтед. Я вроде бы немного так перевел дух после последних серий, потому что там уже знатно подгорало. И готов сегодня играть. Во-первых, мы сразу рассчитываем игру против Порту, потому что нет смысла против Порту играть, потому что я из группы уже все равно вышел. И так как я давно уже не играл в чемпионате Англии, то, пожалуйста, играю с Весбромовичем. Опять-таки пытаюсь только за то, что я давно не играл в АПЛ. И, в принципе, мне хочется сейчас сыграть этот матч. После игры Стутенхэм я сделал для себя выводы, что, чтобы побеждать в Песле, для нее надо просто спокойно играть, не поднимая уровень своих эмоций выше ненужного уровня. Поэтому я верю, что данная теория сегодня поможет не победить Весбромович, так как все-таки Весбромович является аутсайдером в некой степени, наверное. Ну и плюс, я буду сегодня сохранять предельное спокойствие, так скажем. Ого! В воротах Весбромовича стоит Роман Вайденфейлер. Ни хрена себе. Вот сейчас, кстати, может быть... Нет, не будет красный. К сожалению. Ну, Руни сейчас может попробовать со штрафного положить баночку. Нет, я штрафный, к сожалению, не умею бить. Это вообще, по-моему, мой первый штрафной ФПС. Удар Уайна Руни спокойно дал кипер переводит мяч на угол. Шнедерлин, хорошо, Вайденфейлер. Густаво, ух, как они разыграли, это классно. И рядом пробил со штангой Густаво. Начинают, наконец, у нас появляться моменты. До этого было тупое катание мяча. Руни, удар. Вайденфейлер. Шоу прострел. Хорошо защитники играют в Весброма. Нет, это еще один угловой. Мне сначала просто показалось, что попало в игрока Весброма. А вот это было уже опасно. Ну, во всяком случае, перерыв после первого тайма 0-0. Я абсолютно спокоен. Желтую карточку получает Дермиан. За срыв атаки Весброма еще. В центре поля. Да хи, а ты мне не перестаешь удивлять в последних. Выпусков. Не пигает там подкинул. Ну, наконец-то прошла эта передача есть. 1-0 Мемфис. Ну, слава богу. Ну, получилось таки, одна атака. Я очень рад на самом деле, потому что мы забили, но игра настолько сложная. И Марсиа, это, конечно, не Криштиан Роналду. Он в должной степени не может заменить Криро. Поэтому с атакой мне очень тяжело, на самом деле, приходится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй. Сил нет уже, ушел. Убирает его защитник и все, спокойно. Спокойно, Дахиа. Удар. Уштанга. Это Де Пай, да? Эх, Мемфис, мяч, по-моему, с ноги свалился у него. Что это было? Пес, ты серьезно? Ну, я просто... Я понимаю, что сейчас это да. Я вроде бы должен радоваться, что нету фола, что мне сейчас повезло. Пероти не забил. Но там чистая подсадка, там чистый фол был. И вы понимаете, что Пес, как бы, в судьи не свистят это фолом. Я уже тысячу раз говорил, что судьи в Пес это такое отсосное говно. Все, друзья. Разрешается игра против Вазбровича абсолютно неспокойно. Не повышает свой уровень эмоций. Я победил. И, собственно говоря, результатом вполне вполне доволен. В символическую команду месяца в английском пример лиге попало 4 наших игрока. Бейл, Де Пай, Шоу и Деха. Игра против Солнце. Я ее рассчитаю, потому что Солнце идет в зоне вылета. И мы с вами побеждаем 0-3. Теперь и вовсе команда, которая выступала в прошлом году в чемпионшипе. Какой-то НВЛ. Я не знаю, что это такое. И мы с вами побеждаем со счетом 0-2. Завершающий тур Лиги Чемпионов против Церхизма. Мою или еще что-то там. Короче, ноу-нейм команда. Мы играем в ничью, но благодаря этой ничьей занимаем первое место в группе. Собственно говоря, можете меня поздравить. Итак, жеребьевка Лиги Чемпионов. И мы сразу же видим, что с киевским Динамо мы будем играть в первой стадии плей-офф Лиги Чемпионов. Минфиг сыграет Челси, Спортинг с Манчестер-Сити, Барселона с Парис-Сан-Жермен. Валисия, которая была в моей группе с ПСВ. Олимпиаку с Атлетико, Бавария с Наполи. И, наконец, Ювентус против Мадридского Реала. Довольно-таки интересные пары. Посмотрим, что получится в итоге. Ну и теперь, друзья. Лондонский Челси. Манчестер на этот Челси, слышите, да? Вот, я понимаю, что сейчас будет очень сложно. Я это понимаю, потому что Челси грант. Но я должен быть предельно спокоен. Когда я спокоен, я побеждаю. Родные трибуны Алтрафорда мне еще должны сегодня помочь. Постараемся с первых минут, наверное, все-таки, сначала взять мячик под контроль. Потом уже будем что-то думать на счет атак. Сначала нужно показать, что мы тут хозяева. А потом вот так вот. Некоторыми контратаками жарить. Собственно говоря, пархай как бабочка, жаль как пчела. Ну, бейте уже кто-нибудь. Ух ты, Дехи, а выручает. Вот сейчас, да, мы проспали. Подключение игрока и выручил нас кипер наш испанский удар рядом со штангой. Не знаю, мне пока не собраться, я нервничаю очень. Я очень сильно нервничаю, поэтому пока что очень много глупых ошибок я допускаю. Дармьян, смотрите, какая свободная зона Дармьяна. Надо простреливать. Надо простреливать и забивать. 1-0. И это вновь Мэйфис. Это вновь Мэйфис. Поехали. 1-0 голландец. В отсутствие Роналду он становится нашим лидером. Дармьян, голевая. Хорошо. Поехали. С Вестбромом Мэйфис забил с паса Шоу. Сегодня с паса Дармиана. Удар! Ой, вот это уже класс. Вот это уже Депай показывает свои 91. Если кто не знает, у него скилочек-то 91. Он сейчас показал, как это делается. Хорошо. Но я спокойно, спокойно. И нервничаю, не нервничаю. Надо, надо, надо на перерывы держать. Это что вообще сейчас было? Костыня по правилам отобрал мяч. Рэл. Штанга. Штанга. О-о-о-о-о. Все, перерыв. Ох, мы могли сейчас Челси сразу наказывать. Ну почему? Мужи никто его не трогал. Я просто, это уже на самом деле становится, ну как, вечные проблемы второго тайма, что я перестаю чувствовать команду в втором тайме. Да! Ох, я специально замолчал, потому что некоторые в таких моментах мяч далеко от себя отпускают и их накрывают, но не Мэйфис. Голевая гарета Бэйла, я специально его тут ждал, ждал, я ждал момента, когда Мэйфис откроется получше. И выдал эту передачу. И Мэйфис не подкачал. Понятный кафрит. Все, друзья, играем мы 3-3 с Челси Я считаю это достойным результатом По крайней мере, мы не проиграли, а могли Поэтому я доволен Итак, друзья, на этом все Всем спасибо, кто посмотрел Кто может поставил лайк В следующей серии у нас будет матч против Арсенала Битва первого и второго места Посмотрим, как у нас это получится На этом все, всем пока